Всем привет! Сегодня мы будем делать ОАК на кукле Джи Грант из Монстр Хай. Над этой куклой я долго думала, рисовала концепт-арты к ней. Сначала образы, над которыми думала, которые ей подойдут, потом макияж. В итоге выбрала я вот этот вариант и потом начала решать над цветами. Так как мне нравилось качество ее волос, то я решила сделать полностью куклу в таких черных цветах, но сделать акцент на розовом, как ее волосы. И вот что у меня получилось по концепт-арту. Пока я говорила, я уже сняла с куклы все украшения, одежду и теперь стираю макияж. Можно использовать либо жидкость для снятия лака, либо ацетон. Я использовала ацетон, мне нравится так больше, меньше разводов и быстрее. Теперь я тряпочкой убираю волосы куклы, чтобы защитить их от спрея. Я использую Мистер Сибер Клэр, чтобы дать лицу текстуру. Я также опрыскала немножко ее тело, так как я хочу оставить татуировку на ее шее и также нарисовать некоторые детали ее одежды. Начинаю я перерисовать лицо с того, что даю кукле немножко румянца. И также я сразу наношу некоторые тени на ее лице. Румянец я немножко нанесла на щечки, на носик и также на губы, чтобы придать ей немножко живого вида. И также я нанесла черные тени на верхнее веко и немножко на нижнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Небольшой такой лайфхак для вас Если пастель у вас оказалась слишком насыщенная Пигментированная Ее немножко можно снять Либо тряпочкой, либо ватным диском Просто салфеточкой Немножечко потереть И тогда она станет не такой насыщенной А если же слишком много сотреть То всегда можно добавить больше Далее я начинаю рисовать ее одежду Я подумала, что некоторые элементы ее одежды я просто не смогу сшить Чтобы они сидели идеально Даже если я смогу, оно все будет топырщиться И это будет выглядеть не так хорошо, как задумано Поэтому черным карандашом я начинаю рисовать верхнюю часть ее одежды И изначально я пытаюсь это сделать карандашом Закрепить клиром И проделать это несколько раз Но в итоге Оно все равно у меня почему-то начало смазываться И в конце я просто покрыла это акрилом Черным акрилом И оно намного лучше смотрится теперь Чем в карандаше Также я сделала ей розовые трусики Я думала насчет черных и розовых Но так как юбка у нее черная Я подумала, что контраст не будет смотреться розовый И в принципе мне нравится как это выглядит Хотя было бы лучше, если бы я смогла вмешать акриловой краске Такого цвета, как ее волосы Но у меня ничего не получилось Я правда пыталась Теперь я начинаю прорабатывать ее глаза Черным карандашом я рисую форму глаза Также верхняя века, складочку Глаза я рисую примерно в той технике, как бы я рисовала и в диджитале Я сразу рисую зрачок И все это также закрепляю клиром Если вы делаете лак То каждый этап, который вам нужно как бы сохранить Вам нужно это закрепить клиром Например, когда вы делаете румянец То есть вам понравилось, как вы сделали румянец Вы не хотите, чтобы в последствии он стерся Если вы начнете делать глаза То закрепите клиром Нарисовали глаза Классно получилось, вам нравится Закрепите опять Иначе вы можете стереть то, что вы не хотели стирать И это будет очень плохо и печально Сейчас я закрашиваю зрачок И делаю глаза более яркими Прорабатываю все детали Также я добавляю немножко больше теней Потому что мне не нравилось, что оно такое все бледненькое Нужно больше яркости И начинаю рисовать брови Сначала пастелью Намечу форму А позже карандашиками ее уточняю И делаю более острые брови Я также добавляю некоторые рисунки Под ее бровями, а также на лбу Так как я хотела изначально сделать это в концепт-арте И также я эти рисунки добавила просто потому, что мне нравилась эта татуировка И просто если бы она была там одна Это было бы очень странно Как будто бы я просто забыла ее стереть А так татуировка на лбу Она как бы поддерживает рисуночек ниже На этом этапе я прорабатываю всякие мелкие детали Доделываю глаза Добавляю глаза Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И также выставляю некоторые хайлайты белым карандашом Субтитры сделал DimaTorzok 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 А после этого, как я всё закрепила Я взяла обычный бесцветный лак для ногтей И нанесла на глаза и губки Чтобы они выглядели живее Теперь можно снять тряпочку Теперь я начинаю её одевать Я много раз пыталась шить её трусики Но у меня не получилось, поэтому Я решила их нарисовать также одежда, которая на ней Она сшита прямо на ней то есть одежду снять невозможно Все потому, что я не смогла никак прилепить застежки так, чтобы это смотрелось нормально и нигде чем-то пырилось. Поэтому это было лучшее решение для меня. Браслетик, который на ней, это браслеты из других кукол, которые у меня были. То, что осталось, то решила покрасить, на нее надеть. Все лучше смотрится, чем без них. Так же я и приклеила такую золотую ленточку на ногу, как бы чтобы поддержать ее золотые пряди в волосах и золотые глаза. Почему-то Суперклей очень не хотел приклеивать ленточку к ноге, и мне это очень бесило. Но я справилась, я смогла. Туфли я оставила ее оригинальные, так как они очень подходили под образ, и все это очень смотрелось хорошо. Я так же думала сделайте крылья, и возможно я все еще сделаю, но как-то у меня еще все же не дошли от них руки, и пока кукла без крыльев. Вне видео я так же прикрепила рога, схему того, как я прикрепила рога, сейчас вы можете видеть на экране. То есть рога я изначально испековала так, чтобы в них могла выйти проволока, и потом я ножичком аккуратненько сделала одну из дурачек, куда были прошиты волосы чуть больше, и туда втыкнула ту самую проволоку. И рога держатся очень-очень хорошо. Это было очень легко, я думаю, это будет намного сложнее, честное слово. Сейчас вы можете видеть то, как уголка выглядела до преображения и после. Всем спасибо за просмотр. Бай-бай! Субтитры сделал DimaTorzok